Девушки отдыхают 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 И такое несогласие приводит к конфликтным ситуациям с вытекающей уголовной ответственностью. 8 октября на автодороге М5 сотрудниками ДПС был остановлен водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Сам водитель при составлении в отношении него материала об административном правонарушении за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии претензий к стражам правопорядка не имел, в отличие от его пассажиров, судя по кадрам, также находящихся в нетрезвом состоянии. В настоящее время по данному факту Следственным комитетом Российской Федерации по Самарской области ведется проверка. В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации, публичное оскорбление представителей власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. За совершение данного деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательная работа до 360 часов, либо исправительная работа на срок до 1 года. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сергиевскому району приглашает на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющих судимость, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, состоянию и здоровью выполнять служебные обязанности. При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение отдается гражданам, ранее проходившим службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях системы МВД России, бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, дополнительные отпуска. Для получения более подробной информации необходимо обратиться по адресу село Сергиевск, улица Петра Ганюшина, дом 15, кабинет 43 или по телефону 2-32-04. Сергиевская госавтоинспекция напоминает физическим и юридическим лицам о возможности получения государственных услуг, связанных с перерегистрацией транспортных средств, а также замены и выдачи водительских удостоверений через единый портал государственных услуг по электронному адресу www.gosuslugi.ru Имея свой аккаунт на сайте госуслуг, вы можете оперативно узнавать о имеющихся у вас штрафах и оплачивать их, не выходя из дома. Большим плюсом использования портала госуслуг является возможность оплатить необходимую госпошлину со скидкой 30%. Сегодня вы можете пройти регистрацию на едином портале государственных услуг в здании Сергиевского ОРЭО. Для этого необходимо обратиться по адресу село Сергиевское, улица Ленина, 97, кабинет номер 5. На сегодня это была вся информация. Сергиевская госавтоинспекция желает всем участникам дорожного движения счастливого пути. И помните, что взаимоуважение – это залог безопасности на проезжей части. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова